Пучина белых шариков. Лить металл начинают с приятного этапа. Это первый цех литейно-механического завода в Новоалтайске. Очищение, прессовка и пенополистирол уже в форме нужной детали. То есть три таких вот одинаковых. Покая вот. Вот все это нужно собрать вот в такой вот шестеренку. Деталь красят, сушат и закапывают. В вакуумном ящике для модели детали создают подушку из песка. На полосу засыпается песком. Чтобы не касалось опоки. Чтобы она в воздухе висела. Да, да, да. На этом подготовка завершена. В Новоалтайске открыли литейно-механический завод. Это новый резидент ТАСЭР. Появился он благодаря алтайскому заводу сельхозмашин. Там испытали дефицит комплектующих и решили создать свое производство. Займ в фонде развития края составил 23 миллиона рублей. Для себя заводу нужна будет только треть выпускаемой продукции. Уверенный шаг вперед к кооперации в части сельхозмашиностроения. Потому что это предприятие на территории опережающего социально-экономического развития будет заниматься производством тех комплектующих, из которых потом собирается наша сельхозтехника, прицепное навесное оборудование, почвообрабатывающие комплексы. Следующий крупный потребитель – железная дорога. То есть огромное количество ремонтов, строительства новых вагонов. Вы знаете, опять же, у нас есть вагоноремонтный завод. От идеи до открытия завода прошло меньше года. Завод будет выпускать до полутора тысяч тонн готовой продукции. В ящике горячая лава выжигает пенопласт и заполняет модель. А краска не дает соединиться металлу и песку. Выгорает пенопласт, выгорает краска, но следы ее еще остаются. И не только краски. Например, у этой детали лишние не только вот эти застывшие металлические загогулины, но и, так скажем, целая ножка, шестеренки. Потом это все отрезается, очищается, и здесь уже абсолютно готовые детали. Сейчас здесь работает 20 человек. В планах увеличить штат вдвое. Но найти заливщиков и плавильщиков даже для небольшого завода не просто, признается руководство предприятия. Оно не исключает обучение желающих прямо у себя, чтобы выпускать по 5-6 тысяч тонн продукции, которая в условиях санкций крайне востребована. Интерес проявили несколько крупных алтайских компаний, но не исключено, что скоро комплектующие будут закупать и другие регионы. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.